всем привет с вами пиксел мы продолжаем играть в группу названием зуба и сегодня ребятки будем открывать техниппет флот который я уже открыл подкиночки прекрасные поэтому сейчас будем выбирать что туда поставить но перед этим там еще надо распределить атрибутов немного вроде бы один но неважно и главное распределить да продано копье тут особо распределять нечего скорости все отбрасывание кстати неплохой вариант прокачать отбрасывание давайте глянем что там 21 процент а где параметр отбрасывания как понять много он дает или мало они где пиглом они параметры отбрасывания чтобы вы увидели разработчики все для игроков смешно ладно не будем надо выбрать в общем что взять и хитни вот это точно не берем что это мусор и скорее всего турбаркета по такой же причине не возьмем и остается наверно феромоны но феромоны для ехидны это плохой вариант потому что ехидна она сама по себе как персонаж часто используют ловушки следовательно феромоны вроде бы смотрится неплохо из-за этого да но такой себе причем я вам также ребятки перезарядка феромонов сейчас около 10 секунд наверное плюс-минус я когда там проверял ну говорю что проверю и забыл сказать в общем секунд 10 это много то есть это очень много это мне очень не нравится возможно же 12 где-то плюс минус так поэтому сейчас как бы нас феромоны такое себе по перезарядке поэтому из хороших вариантов либо укол адреналина и выживать соло либо вот такая штука которая называется дефибриллятор но я так сейчас поиграл вот да почитал на козаточки мне так понравилось все вот эти вот гениальности от генив и животных ну в общем что-то как-то потом теперь с ними не хочется брать ничего кроме вот этого какие-то там дефибрилляторы когда ты видишь такую команду это забейте что происходит понимаю карта изменилась центральный зоопарк для ехидны хорошая карта подходящая поэтому будем играть такой сборкой говорится на выживаемость берем и все сожалению играть под команду я сейчас не намерен вообще ни разу потому что там такие команды это просто забейте одна клетка интеллекта на четырех привязников ладно неважно наверно наверно неважно кто такой ираве еще один вот кстати роликов что-то развелось прям дофига откуда не берутся непонятно но развелось ровики бегают моя команда только умирать имеет просто какие они полезные слов нет чтобы что-то за турови глядите как накидут а перес на рай сбежал ли стоит на углу сбежал по ходу ладно сбежал так сбежал по додам аптечку не страшно лишние капканы пока не ставлю смысла не вижу увидела и вот это в каждом бою причем каждом бою до 1800 рейтинга проверять если что кому интересно кто там играть до 1800 с рандомами командного я тут это миллион раз видел у нас сих пор нету граната как бы основного оружия и хитны ну хоть то бы такую наверное под лутаем хоть что-то будет или есть от и получила нету ничего получше на нормально нормально все блин я вот это хочу сделать маленьком нет другой власть окно нас эти сегодня лик и химов скинели при кончика правда как вы видите не завезли ему выпадающих монеток зато на дону на такой же скин по сути до завезли там три анимации баланс на цель игроков нравится разработчики разработчики которые нравятся пыщ какие дом всякие урончики здесь уже журав дерзкий просто фиг его и кажется смотрите все убегать никто даже драться не пытается и не хочет как интересно гоняться за полумертвыми складами гениев очень интересно окушать интересные интересно наверное мы сейчас зря здесь только капканов на стали на попробую бы за баком за бака байтить за бака байтить ну вы поняли короче чем вида давайте бака я имел ввиду он просто умер под луком и под нашим баком до бедный униженный бак как мне его жаль как его понимаю как не жаль баки вот реально ты так учишь стали что такими знаете вот 3 сортными персонажами в игре зубы каждому поливать уже на баков он просто берет них кида и что-то не умирают даже сделать ничего не могут ну просто гений на доне по-другому сказать не могу а кто-то ожил что это было что это за выстрел только что был отсюда там же никого не было ничего не понял легендарный граната набери пофиг на эту легендарную гранату там парочка гениев осталось убьем как-нибудь и наверное главное их найти бинокли то нету вчера кстати когда играл альпакой когда говорил что вот там норм игроки повышают себе рейтинг все такое их сложнее встретить на 1200 плюс это даст как раз встретил склад нормальных игроков вот тогда мне понравилось очень я тогда прям ну не то чтобы кайфанул очень говорят что есть ребята которые играют нормально даже на ком рейтинге прекрасно всегда таких игроков пить который знать там один берет кофе один берет бинокль и не вот коммуницирует там да и все такое это прекрасно побольше бы таких конечно команд было с одной стороны с другой стороны хотелось бы чтобы игроки в рандоме хоть немного но играли адекватно он через дефибрилляторы на там через что такое хотя я тоже плохой пример получается но я просто понимаю что пока вот нету баланса и пока нету разницы когда ты заходишь больше тебя поведется адекватный игрок или нет я это не отчего не зависит к сожалению даже от рейтинга не зависит вот пока этого всего нету не вижу смысла брать дефибриллятор потому что брать их для таких игроков которые ну одну кнопку нажать не могут ну смысл это бесполезно и бессмысленно вот вы видели против нас хоть один склад в этом бою и я не видел на типичных не было потому что не гений ладно то такое как говорится не не впервой да бывает ладно погнались еще бой пром словить хороший склад сильный против нас и подраться интересно надеюсь хотя бы разочек это получится сделать иногда и предметы очень сильно подставлять потому что ни одного оружия просто на карте нету и ты как гений пытаюсь найти хотя бы одно оружие итоге по итогу бегаешь пол битва то и всю с двумя оружиями из трех чем не самыми лучшими это очень баланс на очень баланс и ох уж этот баланс очень очень балансный баланс окна я что-то тут закинул в орла орла конечно прилетелся на 100 уровня хорошо что меня хотя бы одна аптечка была я смог ее сейчас реализовать там вот идет слева под куполом его бы залутать было бы неплохо но сделать это сложновато я пытаюсь как-то отхилиться конечно на чем-нибудь мне надо копьё залутать а то мне копья нету нормального а вот и ботик сайте прибежал сейчас наши ребята должны с его аптечка подлутать я подкились от и отожму немножко места впереди во все отжал отлично все теперь мы можем спасти их кролика и отыграть нормально дальше это хорошо град тут еще подлутать эти кролик был не самый слабый 16 улиц там еще сильный противники против нас остались вот эти интересно замес вроде получается да вроде как там с вами капканчики хилимся здесь все дела никса будем ловить она там и 2 никса понимаю никс понимаете он ради того чтобы залутать капкан пошел и умер ну как вам этот блин я копьем промахнулся вот же я гения он же попасть на промахнулся специально весит но еще один гений лишь в аптечка золотой у нас я про бегает просто сбоку ему по барабану община свою команду то что его тут команда могла поиграть за место со складом да поливать он там соло побегала у него все хорошо вот эти кролик не такой же плохой просто как-то к пашечку плохо контролирует но так победка вот easy наверное ну кстати было не так уж и конечно но блин эти игроки это просто видишь сколько момент ты выпускается конечно я тут тоже немало моментов сказка грецы деградируем до вместе с игроками потому что есть очень такая закономерность хорошая если вы играете с сильными игроками против сильных игроков то вы будете повышать свой уровень игры как ни крути да но если вы играете вот с этими вот то только если очень много думать тогда можно повысить свой уровень игры хоть как-то немножко но в этой игре много думать это конечно это не то играть и нужно много думать по что нет времени это просто делать у тебя есть буквально секунда на то чтобы понять как тебе куда что кидать до на той пол секунды то и меньше поэтому такое себе такое себе по игра по раздумьям да это вам не пуп какой-нибудь где вам нужно занять позицию там пострелякать такое да вот как говорится немножко все по-другому вы просто здесь нажимать автотаку и все позиционка тут как бы тоже решает да но она тут как бы разделяется либо кусты либо без кустов либо вода ну такая себе позиционка причем все играют с ботинками практически поэтому позиционка в основном заключается в либо вода либо кусты точнее либо земля до с кустами без кустов это уже неважно идем за брюсиком он тут бегает что-то бегает лук кстати нету от тоже с хорошего оружия и хитры видимо почуял неладное почуял 4 мои ловушки так сказать и понял что стоит ему все-таки развернуться и пойти в другую сторону пока что мы здесь охраняем трупик бобра надеюсь у него есть хороший лук там надеюсь этот хороший лук ко мне подлетит да у него есть хороший лук нравится такое мне нравится ну что же двигаемся дальше на поиске противника опять это колески писан и попался везучий какой-то о о смотрите на слона сверху верите на в музей вега как вам этот гений кстати сейчас бы мне неплохо зашла зашли бы феромоны но это только в этой ситуации такой ситуации в реальных боях ну она бы слабо случаться наверное как вам не будет ситуация побольше перед быкова немножко до меня то что только что трое залетели и это как бы накрыло и мне очень много планов а до опухнуть успел офигеть любитель хуков этот любитель пупов я тут все красиво делаю на побеточку ну вот так вот вот так вот ну вы поняли да ну вы поняли короче есть два варианта ребят либо этот слон убил всех потом на карте либо он убил соло сквад и убил парочку бытов как вы думаете как это было в реальность что-то творят что тот вариант как бы может быть да тогда если он так это сделал то я бы не осуждаю за его действие но мы сделали самар на 3 3 и 5 это один скиллов это два склада убить из 4 плюс могли мог склад один другой другой убийства то есть реально он мог убить чисто ботов и все из пока у нас замесы были вот в центре карты и в кустах этот вот друг получается ходил по карте убивал ботов проверять но мы этого не узнаю как говорит этого великого секретовая этого слона скорее всего а жаль хотелось бы узнать этот секрет очень интересный секрет неужели слон реально так и играл или он там реально убил сквад соло я хотелось бы узнать а возможно он пугнул другой сквад и этот сквад к нам прибежал и мы его убили как же все сложно когда ты не можешь посмотреть повтор боя до от лица всех союзников пример ох я бы посмотрел этих союзников да и от противников все это ну я уже говорил было бы круто если бы были демо так сказать в игре да в кайс очки как какие-нибудь там эти повторы матчей как в датке там других нормальных игр и эти нормальные игры к сожалению на компьютер только да поэтому наверное реализовать на мобилочках все так подобно это слой хотя нет не сложно и одна мобильник ведь это же самое реализовано причем очень круто реализовано прям вообще поэтому я вам так скажу ребятки да они могли бы это сделать они могли бы я имею ввиду раз рыбочка зубы но я думаю там даже мысли о таком нет сожалению а было бы круто смотреть как играют топовые игры игроки писать себе да вот у вас пример команда ну таких не знаю какие-нибудь четырнадцатых шестнадцатых уровне до плюс-минус вы хотите научиться типа играть на уровне там с топовыми игроками допустим вас даже феромоны у каждого в команде есть персонажами конечно допустим да и вывод обладаете возможностью как бы хотите там научиться круто играть и все такое но у вас бриться не совсем везет в плане того что ну не шарики где-то в игре в каких-то игровых механика процессах и вот чтобы научиться чему-то да или как же моя команда вся сдохла офигеть я просто хожу и пытаюсь воскресить все что мертво все что мертво воскресить ним еще кто-то пришел офигеть и посмотрите на эту тичь просто посмотрите как меня окружают и душат какая жесть да какая жесть просто слов нет у меня просто не слов еще мой сквад который решил разбежаться и умереть с двух сторон ведь они приходят спасают друг друга жизнь да смотрите не приходит спасать я чё сделать не могу я просто нужно убивать два склада с двух сторон а я не могу этого себе позволить я просто физически не могу пить два склада с двух сторон физически не могу этого сделать сожалению сейчас задушили болен рандомное копье вот вот кто этого гада спас вот он же здесь трупом лежал вот кто его спас его копье мне просто убила поэтому о чем мой сокоматник смотрите на сборочку совпадение совпадение сандальное совпадение бомби бомби сколько урона там в кинул вот реально должны сделать баланс по урону ну баланс по урону да это как бы тоже но и еще в раздачу очков по урону пути позвонил там не знаю что место но добил здесь раз больше урона чем другие так вот играли ребятки немножко вылетела да когда зашел в плановые бои плановую битву мы тут уже перевалил или за 6000 очков так вот о чем я хотел сказать о том что если бы сделали баланс по уронам было бы круто во всех смыслах если бы сделали еще очков начисления рейтинга по урону возможно кого-то бонусная ну в примеру за каждую там 1000 урона не знаю какую-нибудь да в воде или там за 5000 урона там и одно очко рейтинга дополнительно то есть условно человек там какой-нибудь накидал 300000 урона и тебе бац ну и возможно там не занял хорошее место но он же хорошо играл ему бац и бонусные очки рейтинга если он не слил рейтинг условно проигрышном бою а поднял его до адекватно я считаю адекватно то есть чем лучше ты играешь тем выше у тебя рейтинг это объективно должно таки быть а тут получается чем лучше чем больше ты побеждаешь да а победа не всегда соприкасается как говорится с твоим уроном да что ты можешь делать максимум из максимуму на твоя команда просто мусор к примеру да и ты не можешь поделать они просто взяли мертвым все умерли отдали аптечки за такой а ты уже по четвертому кругу опять аптечек сносишь одному и тому же складу и просто их убить не может а то и двум складом с ночи по 5 кругов аптечек да и ты такой смотришь и мы что за что-то за а вся та команда мертвого лежит ну как со мной было на ехидне до вкидываешь миллиона урона а где победка где рейтинг они эту почему по что баланс гениальный ну как говорится на этом закончим на гениальном балансе в очередной раз если видео вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь остались комментарии что думаете по поводу и хитрый по поводу ее сборки кстати около длины лина был на пятой позиции теперь он переведется на первых совпадение совпадение он был вот здесь вот снизу да вы помните что думаете по буду сборочки что возможно стоит заметить нехиду я думаю что тут уже менять нечего это сборка идеально во всех боях конечно если бы играл там через роль саппорт я бы взял кофе бинокль бинокль у меня нету нету но вот эти вот четыре мусорных легендарных предметов мне не нужны к счастью я очень рад в этом смысле если бы они были высокого уровня я бы взял наверное феромоны скорее всего потому что феромоны имба там сейчас радиус у них хороший то есть раньше был радиус меньше сейчас радиус больше я про не знаю что будет на 12 уровне но я вам обещал на тестом сервере когда-нибудь это по тесте значит по тысячу здесь на тестом сервере будет это когда-нибудь обновление и все такое поэтому когда-нибудь узнать что такое максимальный радиус феромонов что я знаю что делать с 9 процентам игрокам недоступны максимальный феромон в дай мне тоже потому что эта игра не для нас как говорится а для одного процента да вы понимаете кто закинул уже много много давно себе всяких разных штук в магазине да покупался миллионы гемов потом открывал себе тысячи сундуков и легендарных ресурсов и лутал себе миллиона феромонов вот примерно так это ребятки и выглядело ну а теперь а теперь мы вот сидим здесь без легендарных предметов точнее парочка легендарных предметов за год за год миллионы лет на то чтобы собрать все легендары предметов игре зуба проверять все не болейте скучайте ставьте лайки подписывайтесь и всем пока пока